какая-то большая война. Ну опять, в Европе что такое большая война? Да и вообще средневековье. Ну большая война 30 на 30. Большая война. Да, это в принципе, ну потому что как, мы же помним все по урокам истории время феодальной раздробленности. Ну то есть вот я живу, вот вы сейчас приехали ко мне в поместье, у меня как бы, я тут тоже как барон, то есть у меня по всем историческим как бы обозначениям все так и есть. То есть у меня есть обслуга, у меня есть солдаты, у меня есть своя ферма, которая кормит мой замок, у меня есть свой маленький замок. Соответственно, как бы, тут сосед Васька сказал, пойду-ка я наделаю, раскулачу, а то он что-то типа тут зажрался со своими рыцарями. Ну вот он собрал тут свою же банду, как говорится, пришел. Ну вот такая у нас война и произошла. Вот так все Европы дралась в принципе. А на вас сейчас комплект это барон? Ну можно так сказать, это как бы богатого именно, ну вот цепь у меня как раз именно показывает о том, что у меня как бы, ну баронский титул. Плюс, соответственно, я не обычный барон, я еще и рыцарь. А кто здесь рыцарского? Это рыцарская цепь. Вот тебе говорили, рыцарский пояс. Вот и соответственно на нем мой личный герб. То есть причем герб в современной реальности тоже официальный. Вот и у меня здесь в комплекте в принципе не хватает, что на это перчаток, но это если бы я сейчас где-то был на торжественном приеме, и шпоры. Ну шпоры у меня есть, просто они лежат, так как я сейчас не на лошади. Сапоги тоже исторические? Да, конечно. Но опять из-за того, что я в пешем бою принимаю участие, они усиленные, то есть они сшиты из 5-миллиметровой кожи для той цели, что если я не одену саботоны, ну то есть защиту ног, чтобы как бы более-менее защитить пальцы, если в них прилетит какое-то оружие. Что за головной бородь? Ой, это обычно таблетка, то есть это фетры, если я не ошибаюсь, в общем это типа валеная шерсть, вот, только она просто тонкая, более нежная. Вот, соответственно она украшалась также бейджами, перьями, ну то есть все это показывало статус. Также у меня вот здесь есть шаперон, это как, ну это капюшон из простонародья, да, то есть причем, что интересно, сейчас в современной моде, вот именно вот этот так называемый шаперон, он активно набирает обороты, и по его образцу, например, вот эти толстовки наши, которые в принципе это тот же шаперон, только с рукавами, вот, и есть даже отдельные шапероны продаются, ну по современному моду. А вот это вот? Это каль, это одно из вариантов нижнего белья, то есть есть каль, камиза и бре, то есть для понимания, что одета изнутри, то есть это нижнее белье, в принципе, бре и камиза, мужики все знают, это белуха армейская, вот в принципе одно и то же. А один-один? Практически, ну ручной шов только как бы, и разрез чуть вот на вороте другой, все, а так один-один, то есть все знают, кто в армейной был, что в принципе это идеально, и постирал, и все, особенно она же из натуральных тканей выбрана, соответственно, ну ничего не подцепит, вот так, если сказать. В Европе то же самое пеклись о здоровье армии, здоровье как бы личного состава, ну и просто как бы чистота, как говорится, это залог здоровья.